Всем привет! Я Алексей, эксперт по автоматизации. Рассказываю про оборудование, которое помогает зарабатывать деньги. Сегодня речь пойдет про денежные ящики. Денежный ящик появился в магазине гораздо раньше кассы и стал неотъемлемой частью любого бизнеса, где принимают наличные платежи. А покупки до сих пор оплачивают настоящими деньгами примерно в 30% случаев. И сегодня на обзоре мы познакомимся с двумя популярными моделями денежных ящиков для купюр и монет. Первый это Atoll SB245 с механическим замком, а второй Atoll CD410B с электрическим. В этом обзоре распаковки не будет. Согласитесь, довольно странно доставать металлические коробки из картонных. Но поверьте, упакованы ящики так, что выдержат даже долгую дорогу до клиента. Механический малыш Atoll SB245 по размеру чуть больше листа А4 и лучше всего подходит для касс, у которых нет отдельного порта для управления денежным ящиком. Например, вот такой мобильной кассы. У него 5 отсеков для купюр и 3 для монет. Все номиналы разложить не получится, но поверьте, набирать сдачу здесь гораздо удобнее, чем из пакета. Лоток выполнен из особо прочного пластика. Такой выдержит полмиллиона циклов открытий и закрытий. А сам ящик отлично подойдет для небольших магазинчиков, ларьков или палаток. Стоит всего 2700 рублей. Старший брат, модель Atoll CD410B, это классический денежный ящик. Здесь уже 8 отсеков для монет, так что рубли с копейками можно не смешивать. Отсеки для купюр здесь расположены горизонтально, а не под углом. И у каждого отсека есть удобный зажим для стопки. И главный козырь. В ящике есть соленоид, который получает сигнал от кассы и открывает его, когда покупка оплачена. Да-да, кабель подключается не к компьютеру, а к кассе по разъему RG12, как в старых дисковых телефонах. Не путайте его с обычным сетевым кабелем. В СБИС ящик добавлять не надо, касса сама поймет, что он подключен. Смотрите, как просто. Нажимаем оплата. И вот ящик открылся. Ресурс пластиковых направляющих 410-го Атолла – 1 миллион циклов. Конструкция лотка позволяет менять ширину отсека для купюр, а отсек для монет можно вытащить, например, чтобы положить туда документы. Замочек тут не простой, а трехпозиционный. Стоит Атолл CD410B чуть больше 4 тысяч рублей. А порядка и дисциплина в ваш магазин добавит изрядно. Напомню, механический малыш SB245 универсален, а Атолл CD410B подходит для любой кассы Атолл, что неудивительно, но также без проблем подойдет и к кастам штрих. Правда, раньше иногда требовалось переобжать разъем, чтобы питание приходило на нужные провода. А вот к кассе Википринт 57F такой ящик подключать нет смысла. Напряжение там не 24, а всего 12 вольт, и замок просто не откроется. Для 57-го Википринта мы рекомендуем ящик EK330A. Напомню цены. Атолл SB245 стоит 2700 рублей, а Атолл CD410B – 4100 рублей. Но даже эта небольшая цена станет еще ниже, если вы купите их в комплекте с другим оборудованием. Обязательно напишите, понравился ли вам обзор и какие еще модели торгового оборудования вы хотите увидеть. Спасибо за внимание. До новых встреч!